У большинства школьных лагеров региона дети находятся в установках на протягу дня. В раскладе значатся шматлики и мероприемства, как научного, так и забавляленного кшталту. Спортивные и культурные в стенах школы и других установок. И на свежем поветре. Без права дети не сидят. Каждое утро мы встречаем своих ребят в кабинетах. Затем их ждет зарядка задорная, плотный завтрак. Ну а потом мы занимаемся по расписанию отряда. Это могут быть походы в кукольный театр, драматический театр, прогулки, игровые какие-то задания, квесты. После обеда ребята, поскольку это возраст 6-10 лет, отдыхают. Дневной сон обеспечиваем. Для детей 10-14 годов тут у гимназии номер 10, что год ладится межрайонный мовный оздоровленный лагерь. Разгульнявые подыходы и выкладания школьники учатся больше якосно володать за межной мовой. Отримавши новые веды, они замацовывают их у размовах меж собой по английску. У рамках проекта другосной занятости на базе гимназии организовали ясше и лагерь працы и отпадшинку для учениц старших классов. Девчины шают пастельную белизну и за свою працу отримливают гроши. Усё документально оформлено. У каждой уже мается працовная книжка. И таки вопыт на быття первого стажу они лечить каштовным. Мы всё-таки будущие хозяйки и учиться шить на более высоком уровне. Это очень полезно для нас в будущем. Также лингвистический лагерь существует практически каждый год. А этот трудовой лагерь выпадает такая возможность достаточно редко. И было бы глупо не воспользоваться ею. А кроме працовной деяности, джалчины ходят на экскурсии, у разной организации и на предприемства города. Там они знакомятся с новыми профессиями, умовами працы и вольного часу. Разом с тем у программы значатся так само культурно-забавляльные и спортивные мероприемства. У них состоит время пребывания из двух частей. До обеда они шьют. Шьют они работу, которую дала нам служба занятости. То есть они шьют 60 на матрасников. Предлагается культурная программа после обеда. Экскурсии по фабрикам такие, как Коминтерн, Спартак. Это интересно, это познавательно. Они сделают какие-то выводы для себя. Областными мониторинговыми группами Головного управления эдукации на протягу всего лета будут проводиться что-то дневые проверки деянности лагеров и организации занятости школьников. А с метой попереджения гибели детей в летний период во установах адукации будут проводиться батьковские сходы с запрошением вратовальников, супрационников Держаутоинспекции и Освода. Проставники этих управлений так само будут проводить и разностайные акции для детей. Утым ликутых, что наведывают школьные лагеры. Евгения Кухаронак, Дмитрий Котов, Валерий Гапанько. Телерадио Компания Гомель.